здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале портбокс сегодня у нас легкое видео сегодня мы будем просто смотреть результаты испытаний я вам покажу три испытания три теста 3 из них полностью посвящен шрб4 это вот специально смазка для шаровых полностью посвящен шрб4 тест на антикоррозионные свойства смазок эти смазки у нас сегодня все будут пытаться защитить металл от ржавчины а у них свою очередь это все не будет получаться так задуман тест почему так для тех кто не в курсе не смотрел прошлое видео очень коротко суть вопроса вот ребята раньше вот смазка тотал церан а вот смазка mobile top grease 200 вот в чем загуститель здесь у нас загуститель литиевого мыла здесь загуститель сульфанат кальция вот они обе этих смазки стоят на прилавке в чем между ними разница а вот смазка skf с полемочевиной а вот смазка шрб4 загуститель барий в чем между ними разница и вот еще сравнительно недавно я сам эту всю разницу абсолютно не знал и если вы мне надо было выбрать в магазине смазки этот выбор скорее всего был бы интуитивный ну может быть я бы поверил продавцу который тоже особо не разбирается в этих всех загустителях если вы хотите про загустители узнать чуть чуть побольше это необходимо если вы хотите в них разобраться вот это видео там про загустители просто и понятно и вот когда я уже стал перелопачивать эту всю литературу я читаю про вот этот сульфанат кальция до смазки это это такие смазки как тотал церан вот mobile centaur skf lgb смазки они есть они вот стоят на прилавках хочешь покупай если ты знаешь зачем и когда ты читаешь что эти смазки оказывается последнее поколение кальциевых смазок лучше всего защищают от коррозии но просто там чуть ли не в 10 раз лучше найти там на порядок лучше по-разному пишут и ты мимо этого всего счастья раньше проходил мимо и не знал что оно такое есть это с одной стороны с другой стороны как говоря знаете на заборе тоже кое-что написано наш наше информационное пространство настолько заполнено враньем что во всем мы видим рекламу и даже эти ученые бедные бьются что-то там изобретают они изобрели на рубль рекламщики все это умножили и получилось что они на 100 изобрели понимаете и поэтому не очень то так хочется взять и транслировать в рекламную информацию передавать ее вам вы же доверяете а ученые тоже они знаете изобрели порадовались но нет чтобы миру представить какие-то красивые картинки чтобы не рекламщики их придумали эти картинки а ученые получается так ученые говорят правду но не дают нам красивых картинок рекламщики дают нам красивые картинки но с правдой так сказать в натяжку и получается нам надо с вами придумать те самые красивые картинки и так чтобы это еще была правда грубо говоря нам надо самим изобрести тест который подтвердит то что эти ученые на изобретали протест было прошлое видео ну считайте два месяца до или почти три месяца ушло на придумку этого теста и тест не такой по которому мы можем например взять какую-то смазку там вот матьюль например да и поставить ей какую-то оценку ну например там 5 баллов по 10 бальной шкале и на этой оценке уже дальше основываться что вот эта смазка защищает от коррозии на 5 баллов нет все совсем не так этот тест не такой этот тест он идет от обратного у нас есть гипотеза гипотеза что смазк основанная на заявлениях ученых пока мы ее не пока мы эти заявления не проверили но это достоверная информация это понятно но мы ее перепроверяем у них есть информация что смазки на основе сульфанат кальция загустителя сульфаната кальция намного лучше защищают вообще отлично там супер мега защищают от коррозии помазал металл ржаветь не будет говорят они значит у нас гипотеза что эти смазки должны защищать намного лучше чем простые смазки переворачиваем от противного обычные смазки будут защищать от коррозии хуже чем смазки на основе сульфаната кальция и нам надо искусственно создать такие условия которые в жизни нигде не встречаются которые вообще как бы к реальности не имеют никакого отношения но эти условия должны нам помочь эту гипотезу или подтвердить или опровергнуть вот такая у нас задумка тест придуман поэтому ребята если мы видим что все смазки показывают скажем так плохой результат это подтверждает нашу гипотезу что ученые насчет сульфаната кальция нам не соврали вот она немножко сложно для понимания но не знаю как объяснить по-простому поэтому давайте мы закончим с объяснениями и начнем смотреть тесты первая группа смазок это те смазки которые как бы быстрее всего сдаются в нечеловеческих условиях рассчитанные на загуститель сульфанат кальция значит это у нас мать ульта грейс 200 дальше это у нас синяя смазочка 158 без зол прогресс лт дальше и 2 смазки для направляющих это вот фрэнкит красненькая и текстар для направляющих белого цвета смазка вот это у нас пойдет так сказать в первый замес наносим эту смазку на образцы вот так она выглядит густая размазываем и даем полежать минут 20 чтобы при необходимости вступила в реакцию с металлом запускаем первый этап толщина 20-40 микрон полчаса времени ждем и вот первая коррозия прогресс без зол вот для сравнения то что было в начале теста и мы видим что у некоторых смазок у нас появляется коррозия по результатам теста практически все смазки обозначили что на них появились очаги коррозии ну что ж уменьшим толщину пленки и начнем второй этап второй этап толщина пленки 10-15 микрон здесь мы уже видим коррозия появляется на всех образцах и она имеет немножечко разный характер и это интересно каждая смазка имеет свои особенности никто не выдержал такую толщину пленки тоненькую что в принципе и требовалось доказать ну вполне ожидаемо что вторые второй этап не прошел никто так оно и было рассчитано что обычной смазки самым рядовым загустителем на основе лития или лития литиевого комплекса которые как я уже говорю не рассчитаны для ботинков водолаза не имеют каких-то особых ингибиторов коррозии значит вот они и не должны выдерживать второй этап теста что мы с вами наглядно и увидели то что касается второй группы смазок а тут уже будут смазки такие немножечко экзотические значит это кранойл керамик загуститель бентонит бентонит это глина смазка skf с полемочевиной наши любимые шер б4 и 2 смазки сульфанатом кальция это тотал циран и мобил центаур вот так выглядят наши образцы в жизни и по внешнему виду но вообще непонятно какими свойствами они будут обладать запускаем тест толщина пленки 20-40 микрон и эта группа смазок уже будет упираться посерьезнее чем первая группа смазок и тем не менее вот сейчас обратите внимание на кранойл вот здесь вот появляется первое пятнышко коррозии это то что было в начале теста и первый этап у нас заканчивается кранойл дал так сказать первый след коррозии сейчас мы вытрем уменьшим толщину пленки до 10-15 микрон и запустим второй этап второй этап толщина пленки 10-15 микрон смотрим на кранойл первый слева видим образцы и шер б4 тоже дает коррозию то что было в начале второго этапа это что в конце смотрим значит у нас кранойл и шер б4 далее коррозия еще уменьшаем толщину пленки 5-10 микрон это уже тяжелейшие испытания шер б4 вырывается вперед хотя у кранойла коррозия появилась первое но по количеству точек впереди шер б4 и вот скф поле мочевина на краю тоже появились какие-то следы давайте еще раз посмотрим на результаты третьего этапа сульфонаты по-прежнему у нас без коррозии а первые три образца с коррозией ну и четвертый этап образцы вытерты практически об сухую салфетку и толщина пленки стремится к нулю сдается тотал и в самом конце пятнышко одно появляется у mobile centaur 4 этап закончен смотрим на результаты нечеловеческие условия ну пока что вот mobile centaur ну как вы видите эти смазки дольше сопротивляются коррозии при тонких слоях чем первая группа смазок это раз во вторых керамическая смазка загустителем на основе бентонита несмотря на то что коррозия у нее появляется даже раньше чем у шер б4 но потом она как-то замедляется и в то время как образец покрытый шер б4 уже весь в этих вот раковинах коррозионных то керамическая смазка как-то упирается распространению этой коррозии удивила смазка с полимочевиной может быть неправильно немножечко как-то проведен тест мне казалось что она будет показывать худший результат но я думаю что в следующем видео наверное мы с вами отдельно устроим эту битву титанов да там будут только смазки загустителем сульфоната кальция ну и полимочевину туда мы тоже она там должна проиграть мне так кажется ну а мы приступаем к нашей любимой шер б4 шер б4 эта смазка с загустителем на основе баре не так часто эта смазка встречается в мире и характерной и особенностью ее структура такая волокнистая видите она тянется и тут пару слов про это тянется у смазки есть два параметра один называется адгезия а второй называется к одессе адгезия это вообще и у клея тоже это способность прилипать какой-то поверхности адгезия а к одессе это способность между молекулами сцепливаться друг с другом и вот это когда вы видите смазка так тянется и не хочет разрываться это называется к одессе и такая смазка как шер б4 про нее говорят что у этой смазки довольно сильная к одессе и хорошо это или плохо это еще тот вопрос когда вы пытаетесь эту смазку намазать и сдвигаете толстый слой смазки к одессе вот это силы внутри самой смазки сцепление внутри самой смазки могут превышать силы адгезии то есть получается что смазка скорее оторвется от поверхности чем разорвется в своем толстом слое хорошо это или плохо как бы вопрос ну и перед тем как начали кидаться помидорами люди которые раньше добавляли шер б4 в шаровые опоры и шаровые опоры ходили долго вечно и так далее я ребята я вас успокою значит мы этот тест не имеет отношение к реальности грубо говоря этот тест показывает как бы то что если вы нанесете шер б4 слоем там один сантиметр на вашу шаровую опору снимите пыльник и поставите под дождь то ваша шаровая под этим дождем простоит например там 10 лет и ничего с ней не будет а вот если вы намажете сульфанатом кальция она простоит 20 лет ничего с ней не будет вот вот примерно об этом речь но любом случае пыльник прорвется раньше поэтому не переживайте давайте-ка посмотрим как работает шер б4 на тонких слоях я специально взял все пять образцов и сделал так чтобы слой смазки немножко отличался и мы видим что образец номер два там коррозия появляется в первую очередь дальше у нас создается образец номер три и вот результат первого этапа сравните что было до что было после ну давайте ко второму этапу на втором этапе мы еще уменьшим слой смазки но из-за этой когезии очень тяжело спрогнозировать его толщину и вполне предсказуемо что второй этап шер б4 не выдерживает концу второго этапа появляется коррозия у всех образцов но тем не менее шер б4 дольше продержалась чем образцы из нашего первого испытания вот на заключительной картинке вы можете посмотреть чтоб в конце второго этапа разные смазки в битву титанов у нас выходят сульфанаты кальция и полимочевина в конце прошлого видео я такую знаете забросил замануху что я развел смазку сульфанатом кальция в бензине и попросил вас угадать для чего и в основном люди правильно отвечали вы молодцы действительно это попытка изобрести какой-то свой мобиль что если загуститель сульфанат кальция сам действует как как ингибитор коррозии то после разведения распыления и высыхания этот слой все равно будет достаточным для того чтобы защищать от коррозии но было непонятно мне в чем разводить в раствориться в чем она растворится без вреда этим антикоррозионным свойствам я взял ацетон антисиликон white spirit и бензин и она во всем растворилась эта смазка но ацетон он смывает краску антисиликон тоже может действовать на лакокрасочные машины вот white spirit вроде бы такой как бы знаете самый безопасный но вы как видите вот на пластинке она уже лежит у меня наверное месяц ржавеет на пластинке у бензина все-таки результаты получше он прямо знаете как в промокашку этот в металл впитывается и утягивает за собой смазку ну мне вообще понравилось как действует бензин если бы я брал бензин калоша купил этот прозрачный в эпицентре мне нравится как он действует если бы не его взрывоопасные пары не знаю как это как-то и на вид на ветру надо чтобы все было открыто обрабатывать полости может быть если у вас есть идеи в чем лучше всего было бы растворить вот такую смазку сульфанатно-кальциевую для того чтобы распылить в скрытых полостях лето то заканчивается напишите пожалуйста в комментарии еще я за это время перебрал себе все тормоза ну как перебрал я перемазал все направляющие поменял поршня в некоторых суппортах вы себя полностью снимал суппорт и полностью его обслуживал разбирал менял пыльники все и я все суппорта все направляющие перемазал для эксперимента вот этой смазкой сульфанатно-кальциевой они смазкой для направляющих ведь смазка для направляющих вы видите нас коррозии как бы не очень так хорошо борется потому что она работает под пыльником и у нее одно из главных свойств это никак не влиять на пыльник часто эти смазки делают с базовым маслом полиалкеленгликолевым и который нейтрален к резине а будет ли нейтрален к резине вот это сульфанат кальция это вот вопрос или базовое масло которое в этой смазки находится это вот вопрос поэтому я сделал большой тест влияние различных смазок на пыльники различных производителей может быть это немного занудно поэтому если вам это не интересно я про это видео снимать не буду ну а мы с вами ждем битву титанов все-таки интересно узнать какая смазка с загустителем сульфаната кальция будет лучше я работаю над тем чтобы мои покупатели могли у меня купить смазку сульфанат на кальциевую и я бы хотел чтобы у меня была лучшая смазка которую вот я узнаю по результатам теста вот я ее и буду наверное продавать и так же я думаю что наверное есть смысл расфасовать это в какие-то баночки поменьше чтобы оно было доступнее и наклеить туда эмблемку портбокс и вместо футболок у портбокса появится свой сувенир смазка с загустителем на основе сульфаната кальция как вам идея пишите в комментариях вашим машинкам бегать не ломаться лично вам всего самого хорошего